Снаружи детского сада собираются возмущенные люди. Это родители, дети которых уже 4 месяца не ходят в свой детский сад, а также сотрудники учреждения, оставшиеся без работы. По их словам, ремонт обещали завершить еще в конце декабря. Однако, с момента закрытия на объекте не появилось ни одного строителя. Эту информацию подтвердили и в учреждении, которое занималось ремонтом. В ГКУ капитальное строительство действительно называли такие сроки. Только вот расчеты делались по информации, устаревшей на несколько лет. Тогда трещины были незначительны, но со временем ситуация ухудшилась. Люди, которые приезжают на совещание, руководители, они не спускаются в подвалы, они работают по информации, которую им преподносят. И на тот момент, когда они вам обещали, они сходили из информации, которая была на 2011-2012 год. Детей перераспределили в другие детские сады, в которых, мягко сказать, пополнению оказались не рады. У меня ребенок ходит в ортопедической обуви, по показаниям врача. Теперь, мало того, что меня распределили в сад, абсолютно не подходящий по профилю, это раз, но бог с ним. Но, почему-то, воспитатели и коллектив этого сада позволяют себе оскорбительное отношение к моему ребенку. Потому что, а, называют его подкидышем, и зачем вы вообще к нам сюда пришли, это раз. А второе, когда она увидела на ней ортопедическую обувь, сказала, вы что, в этом нельзя здесь ходить. Другие дети неправильно поймут. Зачем я должен видеть ее слезы, и зачем я должен ее обманывать, что она вернется до Нового года в этот сад. Директор департамента образования правительства Севастополя Михаил Леонидович Родиков объяснил, альтернативных способов решения ситуации на сегодняшний день нет. Я считаю, что решение о том, что все дети должны остаться в детских садах, причем в окрестных, через уплотнение, считаю, оно было абсолютно правильным. Если вы считаете его не совсем грамотным, предложите другой вариант. Без работы остались и сотрудники детского сада. В качестве решения проблемы департамент образования предложил перевести специалистов в другие детские учреждения. Большинство работников отказались, ожидая возвращения на работу после новогодних праздников, согласно предыдущим прогнозам окончания реконструкции. Сейчас они по-прежнему не востребованы. И согласно статье 157 Трудового кодекса Российской Федерации, получают две трети от своего оклада. Ответственности за затягивание сроков проведения ремонтных работ чиновники с себя не снимают. Я не снимаю лично себя ответственности, что сюда. Я готов, если скажут, что ты не справляешься, заявление написать. Я вам сразу говорю, июль, август, это в лучшем случае, но, скорее всего, сентябрь, октябрь, когда сюда зайдут. Это если, да, это когда зайдут сюда строители. И еще год строительства. В худшем варианте строительные работы займут 6-8 месяцев. В таком случае сад начнет функционировать только через полтора года. За это время многие дети уже пойдут в первый класс, так и не дождавшись возвращения в свой родной сад. Кирилл Попов, Павел Красиков, Севинформбюро.